Недоступные забавы. Детские площадки Наринмара продолжают утопать в снегу, несмотря на то, что уже два месяца назад коммунальщики обещали проблему устранить. Тогда активисты Общероссийского народного фронта в Ненецком округе инициировали серию акций в рамках мониторинга «Снежный фронт». Нарушений выявили много, но в списке устраненных ни одного. Елена Семеновичева оценила ситуацию. Как и два месяца назад, вход на игровую площадку рядом с домом по улице Ленина, 19, заметен снегом, как, впрочем, и сама игровая зона. На карусели и лавочках лежат огромные снежные шапки, а дети, по словам жительницы этого дома и по совместительству молодой мамочки Виктории, пробираются через огромные сугробы, чтобы прокатиться с горки. Как вы сами видите, она в снегу, просто качели, например, дети не могут качаться сиденья. Здесь очень много школьников, рядом школы, садики прибегают мимо, они по этим сугробам, с горки катаются. То есть на площадку просто весь снег счищается, соответственно, детскую площадку, дети не могут играть. Здесь очень много в доме, по подъездам даже сидеть колясок, мам с колясками, с детками. Школьников много живет, то есть приходится в таких условиях. За уборкой этой детской площадки должна следить управляющая компания «Базис». И по словам Виктории, она туда обращалась еще в начале года. Тогда девушки пообещали снег убрать, но ВОЗ и ныне там. Вообще я первый раз слышу, что там что-то не почищено. Ну, разберемся, это не проблема. Можно тогда заявку оставить? Да, конечно, в диспетчерской службе. И в какие сроки заявки должны отреагировать? Нет, ну какие-то есть у вас конкретные определенные? Ну, конечно, сейчас техника занята на других объектах. Сегодня поступит эта заявочка, ее отработают и почистят. Ну, примерно, какие сроки? Как-то у вас такого нет. Или у вас есть? Сроки реагируют? Ну что, 15 минут? Нет. Нет, 15 минут. Месяц? Нет. Смотрите, у нас соседний дом, да? Ленина, 21. Он же, получается, тоже ваш. Там детская площадка чистится, я смотрю. Она тоже не чистилась в декабре, но после наших вращений. Она тоже чистилась всегда и в том году, и в этом включительно. Ну, это вообще получается. Там же видно, например, невооруженным глазом сугробы такие. У нее просто следует весь снег. В округе, в котором снег, не знаю, 8 месяцев в году. Это понятно, но соседняя площадка, там дети гуляют, а у них есть... Нет, она будет почищена. Давайте оставим заявочку в диспетчерской службе, и если действительно что-то не так, оно будет устранено в ближайшее время. По срокам я вас сориентировать не могу. Но, как известно, кратчайшие сроки и ближайшее время – понятие растяжимые. Это подтверждает и председатель Общероссийского народного фронта в Ненецком округе Екатерина Бурдикова. Сделать зимний досуг доступным для маленьких жителей нашего округа коммунальщики обещали фронтовикам еще два месяца назад, во время специального рейда. В целом ситуация не улучшилась, я хочу сказать. В феврале месяце так и не почищены у нас. Остались очень многие дворовые площадки, за которые отвечают недобросовестные управляющие компании. На наши обращения они либо реагировали, что в морозы чистить их бессмысленно, а сейчас они отвечают так, что вы видели, сколько намело снега, и почистить их уже тоже не представляется возможным. Зато для горожан стало вновь возможным катание на коньках на стадионе детского юношеского центра «Лидер». По словам директора спортивной школы, он примет посетителей уже в эту пятницу. Мы надеемся, что погода нам даст возможность заполировать каток. Фактически он уже готов. И, скорее всего, наверное, в пятницу, в субботу, в воскресенье уже каток будет работать по тому расписанию, которое было в прошлом году. Массовое катание будет осуществляться по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Расписание то же самое. С 17 и до 21 часа выходные дни с часа дня до 9 вечера с перерывом на полирование с 17 до 18. Стоимость проката остается на уровне прошлого года. Елена Семеновичева, Владислав Носкин, Телеканал «Север».